Гэты традиции уже 19-й год, пачынаючи с 2000-го, кожный вера сень означается сусветный день оказания первой допомоги. Квалификованных этим повинны займаться профессионалы, але ситуации, в которой потребуются оказания экстренной допомоги, возникают не чекана. В умовах дефициту часу и нередко у отсутствия людей из медицинской адукации. День шесть худка и расшуча у такой ситуации особливо важна, але реально оказать квалификованную допомогу может далёка не кожный. Представники областной организации Беларусского товариства «Червоного крыжа» демонструючь основные приёмы. Сдаётся, ничего не звычайного, але на справе шмат, хто не ведая, самого элементарного. Самое главное – качественно выполнить саму реанимацию, в нужное место надавливать на середину грудина, запракидывать голову, чтобы освободить дыхательность, закрыть нос и сделать два вдутья, полностью набрать воздуха и вдуть. И мы это делаем до приезда скорой помощи, мы это делаем до того, как наш пострадавший может задышал. У дельников акции испытали, что треба робить водителям при погоршении самочувания, какое покарание предуглежено за покидание человека у небеспеции. Ведание приёмов, оказание первой допомоги проверяют при допомозе анкетования. По статисты, что день на белорусских дорогах отбывается до шести аварий, у яких люди гинуть, эти отремливают ранения. По поводу известных заживной инспекции, колька из таких ДТЗ начинает увеличиваться в Жнивне, что тлумачится скорочением светлового дня и меньшей прикметностью пешеходов на проездные часы. Хоть есть одна причина, которая приводит до несчастных выпадков на протяжении всего года – грабление правилами дорожного руха. Даже автокреслы, которые могут вырытывать жителей детей, усталявали еще не все. С начала текущего года на территории Гомельской области произошло 30 дорожно-транспортных происшествий с участием совершеннолетних детей. Пострадал 31 ребенок, из них 11 детей были в качестве пассажиров автомобиля. Сотрудниками госавтоинспекции только за август месяц было привлечено к административной известности 746 водителей, которые перевозили детей с нарушением требований правил дорожного движения. Также госавтоинспекция напоминает, что согласно действующему кодексу об административных правонарушениях, а также правил дорожного движения, перевозка детей в возрасте до 12 лет должна сосчитаться с использованием детских удерживающих устройств.